да да соскучился по кофе последнее время вот две подготовки уже а вы уже снимаете давайте две подготовки так на кофе насаживаюсь очень сильно нет давай я ее просто возьму не все хорошо вот я думаю можно рассказать что тут когда же инфекция ходит и это вот буквально вот на этой неделе а еще же веса гонка и просто раз что-то живот заболел вроде все у меня колораж но у меня диетолог посмотрит диетолог с красноярска у меня хороший человек лёша тренер революции работает фамилию не могу его выговорить очень хороший парень очень мне помог вообще так меня вытащил по диете из из ямы меня вытащил можно сказать из физической вот и что-то прихожу огурцы ем и просто через два часа мне плохо раз сюда тошнота живот давит я ничего вообще не мог делать буквально вчера я можно сказать вес сделал и того что просто заражение салбля дальше видел вообще мне можно было не париться ничего не делать просто ходить срать и и все из меня все вышло еще буквально вчера вот даже после фейса я срался блять вот и короче только сегодня меня маленько отпустила вот перед боем где-то часа за три мы столько там съели всяких доходилов блять и триминады да конечно спасибо пока кому ну кому подарили перчатку а как его зовут его зовут вадим вадим от семейка на моряок я уже написал где на другой вот это что ли григорий васил вадим вадим так это ты лучше получать с астрахани серьезно не очень люблю астрахань только белугу там понравилось в смысле не водка ресторан на чем я остановился никита голов недавно как раз тоже говорю что из-за отравления снялся с боем а у вас были мысли что вот если что-то придет не так придет вообще нет честно я вот это не профессионально может быть на самом деле я мог во первых просто себе нарисовать ну давайте так случайно нарисовать себе в графе поражения еще одну цифру и из-за ну просто раз задохнулся там сил не хватило почему-то потому что обосрался и не поел как положено и но моя вот это вот юношеский максимализм наверно моя вот это типа я снялся я никогда не снимаю тотал а пути мне не рук и ног не будет я на страх и риск просто на страх и риск переживала жена меня там поддерживала успокаивала не отходила от меня помогала мне я вылез вот в раздевалке только в раздевалке я вот за эту неделю себя почувствовал реально спортсменом потому что я сегодня утром первый раз ощутил настоящий вот настоящий чувство голода вот как оно должно быть не вот это потому что я вес гонял не надо поесть психологически а так на самом деле физически я есть не хочу у меня просто даже но нет вот этого ну не выделяется ничего а вот сегодня утром я пошел на зарядку 6 утра как обычно нам велик покрутану и тоси-поси и у меня это чувствую подсасывает начинает желудке господи слава богу я пошел поел это я взял за правило даже когда ты показал вес диета не заканчивался ты продолжаешь лететь ешь тайную пищу потому что как говорят это то что ты ешь я также продолжал есть вареное также все и придерживался все также колораж считал тоже где-то там плюс качки короче этим занимаются там сегодня у нас день загрузки плюс по крупе в сухом виде и так далее каким бой помните вот сейчас бой кайфу но недоволен недоволен боем почему потому что всегда хочу кайфануть от всей дистанции реально хочу вот реально себя проверить потому что я действительно очень много работал над функционалом чтобы вот эти вот эти вот больше ни у кого там изо рта не вылетало что типа панамарёв вот этот гирихан опять так случайно сегодня просто у кого-то кто-то за столом сидел с нами кушал и кто-то слушал его прогноз на бой типа если юсуп затянет бой на дальние раунды то панамарёв типа сдуется я не надо было бы и 10 раунд и 8 несколько нужно ходили слухи о том что если ты выбираешь уаева то ты подпишешься в гран-прессе и ты выиграл может сказать что это уже решенный вопрос я для себя как ну ментально да я уже перемеет примерил там половину бойцов всех уже всех там по росту вычислил все кто с кем бы хотел бы встретиться с кем возможно встречусь уже но это будет зависеть как мы сейчас вот с тренером решил как условия ну короче будем решать решать потому что но все равно надо и в спортивном плане расти потому что ну сами видите поймете стежами бедновато так скажем бедновато скупа тут ну вот юсуп один такой хороший соперник что-то звезда бразильская гаджи там даже автомата выиграл это не сам и подписался вроде они дерутся здесь нихера вот я все хотел петер романкевич ну я так понимаю что сейчас ведь романкевич не будет здесь по ему драться потому что ведь все равно маленькая другая база ему лучше вот тайский бокс хитбоксинг это его тема я думаю я считаю что зула это не показатель что он выиграл зула потому что ему нужны хорошие соперники хорошие соперники для него будут по кикбоксингу ему лучше в кикбоксинге расти да и вот тебе до самого чего хочется денег поясов оппонентов мне хочется мне хочется не хочется работы много деньги они в любом случае деньги ты получишь я хочу расти я хочу расти в спортивном плане я хочу чтобы про меня говорили это вот он умный тяж не сильный там не габаритный там не там тяж там гигант и так далее я хочу чтобы про меня горитого гигант он умный он выносливый тяж он умный тяж я всеми способами буду доказывать показывать стараться это делать чтобы я был умным тяжел развиваться а как будешь развиваться только биться с теми кто ну где-то может быть уровнем побольше кто у нас уровнем побольше это и сей давайте честно сколько хороших бойцов они за такой короткий промежуток подписали корнил корнилов корнилов правильно для кирилл корниров корнилов хороший соперник жени гончаров я его кстати от всей души еще раз поздравляю а от всей души его поздравляю жена гончарова с вчерашней победы также кирилла мы с ним иногда иногда так иногда с ним расскажет грубо перепихиваемся словечками я он меня там иногда наверное поздравляет я его поздравляю с победой он даже как-то бился с моим соперником бывшим с газиевым я очень за него болел но маленько ему там не фортануло вот но дело не в этом а тот же вахаев которые вы поменьше и бумаги до маленькой не силен там вот ну и так можно до бесконечности много хороших тони джонсон тот же вроде взрослый такой не спортивного телосложения человек а очень очень хороший боятся и вот на таких только ты научишься на таких только ты будешь расти я хочу рост поэтому так то есть можно сделать вы что fight над себе уже скучно не нет но нет достойная позиция по сути да почему там вот амбиции свои показывает этот вот молодой парень тяж выиграл 2 скажем обидится наверно 2 пенсионеров какие-то но по поводу палехина я там бы поспорил выиграл что там вот эти остановки были непонятны но вода али алиф правильно я называю которые с молодежки вылез союза он как он в команде в команде меня его вчера он был даже на фейсе ну я думал там что-то выйдет может быть и какой-то трешток устрою ну может быть сегодня его здесь увижу но он видимо закончил свои амбиции чемпионские вот но там очень сильно пугал что он хочет разбавить нашу пару но что-то разбавлял как похоже на сегодня было не готово вот поэтому так вот греха тебя называют гигантом и зала федора и при этом он сейчас объявляю что ты из зала стрела и да дальше называть гигантом и зала да я сейчас могу уверенно заявить что я можно сказать уже не гиганты зала федора а гиганты зала стрелы но не гиганты зала стрелы я член клуба стрелы сейчас я сейчас команде тараса кияшко александра волкова такие значимые фамилии чтобы уже понять понимание было я закончил свою работу с федор тимом не буду говорить причины я очень всех уважаю ребят очень уважаю федора владимировича также болею также общаюсь с ребятами вчера мне в один писал валентин не писал молдавский все меня поддерживают и дима ионин все мне пишут ну я очень благодарен очень рад что мы не заходит ну не потеряли вот это общение даже как-то общением более так утвердну как закрепилась даже можно сказать может быть они как ты можешь по другому не остались смотреть как-то более ложка на взрослого уже такого бойца но я теперь с команды стрелы говорят обычно мы надо ехать в дагестан тренировать борьбу ты очевидно знаешь еще какие-то места где можно тренировать борьбу назови их скажу а это осетия и красноярский край знаменитая школа швсм школа высшего спортивного мастерства мини миндиашвили где являются выходцы иван ерыгин бойцар сайте дам сайте и там можно до бесконечности юрий белановский семён коломейцев столько очень известных фамилий с этой школы и я там нашел нашел себе даже настолько не фортануло что я даже нашел как спарринг партнера по борьбе похожим даже на юсупа наверное видели вот я фотки с ним выкладывал очень хороший парень молодой очень сильный очень техничный очень он меня научил бороться него такого что у вас есть такие панды красноярск тренировался а не было такое чтобы вас там допустим какие-то его одноклубники у тебя тренировали там один тренер могут быть пример вот или пересечения с ним именно по школу по школе борьбы не было такого нет там там какая ситуация вышла в начале года я туда в начале года поехал 7 января по 6 января а у них проходит ерынинский турнир и туда приезжают собираются сборы перед этим ерынинским турниром и я такой как хитренький туда раз приехал и и там много и там даже с классики были ребята очень хороший тяжел приехал classic очень хорошо меня загрузил никита акула но это вольник он в 100 100 килограмм борется но такое чувство как будто он такой тяж прям он очень худой жилистый но такой сильный мне очень было с ним приятно поработать он мне тоже очень помог шатэ с иркутска молодой тяж тоже очень помог мне даст очень была достойная оппозиция там кто мне прям помогал вал владимир дайнека не будем забывать он меня тоже очень там поддерживал и по ударке и по борьбе все мне показывал все помогал меня инструктировал направлял можно сказать таким как старший старший брат можно сказать там возвращаясь к сей и можно ли говорить что есть уже какое-то конкретное предложение да было конкретное предложение было но я сказал асланбеку потому что это было уже вот уже такой промежуток когда вот эти все разговоры пошли уже был можно сказать подводящий момент и к этому бою я сказал что асланбек я видишь маленькая вот я не могу распыляться на все не нужно сначала вот достичь одной точки потом давай вот вот прям бой проходит вот хоть 6 утра мне набирай мы будем разговаривать пока вот до боя я тебе ничего не могу сказать ты можешь мне скинуть условия ях могу посмотреть но пока тебя ответить ничего не могу поэтому давай только после боя всем вот и так мы с ним а как можно сказать дистанционно пожали руки друг друга поняли и все ждем ждем дальнейших действий асланбека на наше сейчас будем разговаривать все будет и опять же не забываем надо еще скажем как же вам поговорить потому что я дерусь в его лиге можно сказать он нужен своего рода ведущий человек потому что без него бы я тоже здесь не без его помощь так скажем нет здесь не все хорошо будет не забываем и мама и мама здесь матчмейкер был он тоже не помогал сейчас маленечко отсутствует не работает подняться но я с ним связь поддерживаю ему если же ему будет смотреть на ревью я ему большой привет передаю вот поэтому приятное приятное ну я тоже ну я тоже неплохой человек и видимо мне есть за что помогать поэтому все взаимно и мне камилл помогает и я пытаюсь как-то соответствовать чтобы ну так сказать оправдать так сказать надежды его труда лишь легко было заменить с тобой вышло ноль интервью за время твоей подготовки ты будешь на мне по разу ответил отказом а это было прямо в принципе да ты ни с кем не хотел общаться пока не проведешь с тобой да потому что вот это вот у нас был подкаст ну как обычно ты выигрываешь но все же хотят с тобой интервью записать но я же не против я как-то ну я вроде никак не изменился я даже вот после второго боя я вот только из клетки вышел сел на стульчик с камиллом и понял греха у тебя работает дохуя еще работы будет 10 раз больше и поэтому ты блять вот сейчас пойдешь спать букина не режимы и я никак психологически никак моя личность не изменилась то есть и стал там возвышенно как-то да я хожу себе говорю грех ты чемпион у меня пояс я его сегодня вот сегодня я действительно подтвердил что я чемпион как бы защитную выиграть пояс это одно это трофей а вот когда ты сделал защиту вот тогда ты реальный чемпион вот вот сейчас можно веришь это чемпион и на подкасте мне хватило совести кому-то сказать что вот сейчас чемпион с тобой столько интервью стало ну мы так на хихихаха я все спустил но мне это стало маленько неприятно я такой думаю на хуй вам никаких интервью я буду тренироваться подерусь выиграю и все и тогда уже поговорим поэтому вот я ответил на ваш вопрос и говорим а последний дно если нет вопросов чувствуешь себя сейчас сильнейшим тяжеловесом из россии за пределами и все дела или наоборот чувствуешь себя весом котором то тестироваться и тестироваться еще я чувствую себя сильнейшим тяжеловесом которому еще расти расти у меня запас еще колоссальный бесконечный во мне вот у меня вот огромная вам не чаша который еще можно закладывать и закладывать но я один из лучших чужие россии можно пока россия я не буду себя возвышать уж как все леса у меня уже сложилась какая-то база за что меня боятся я уверен что я уже внес вот эту лепту что это борец у него на хорошая хороший проход хорошая борьба ударка так себе хотя я скажу честно я ее готовлю я не упускаю ударку я можно сказать как вот это мой кстати один из моих тренеров которые мне готовил к этому поводу смирнов и еще у меня был человек марк он меня чисто по боксу на тяну подготавливал ментально физически очень меня в этот раз команда максимально меня заряд зарядила что я даже не я даже малейшего не было ни малейшего какого-то мысли что-то пойдет не так вот любая любая ситуация я бы из него вышел победитель такая у меня команда спасибо вам спасибо и хватало камеры ну все